МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под зорким присмотром распознавать нарушения на дорогах теперь будет и искусственный интеллект. В Абакане появились новые комплексы фото-видеофиксации. Посылки за ленточку. Почти 20 тонн. Здесь все самое необходимое для бойцов. Гуманитарный груз уже завтра отправляется в пункт назначения. Ручка и собственные знания. Выпускники Хакасии пишут итоговое сочинение. Оно главный допуск к ЕГЭ. Здоровье через релаксацию. Иммунитет дошкольников поднимают соляные комнаты. Такие заработали в нескольких городских детских садах. В эфире телеканала Абакан-24. Информационная программа «Сегодня». В ближайшие полчаса расскажем о главных событиях дня. В студии Татьяна Крапивина. Здравствуйте. Еще трое министров регионального правительства избавились от приставки ИО. В своих полномочиях по-прежнему остались Татьяна Раминская. Она вновь назначена руководителем Министерства труда и социальной защиты Республики. Роман Ковтун возглавляет ведомство экономического развития региона. И Владимир Карамашев сохранил пост начальника управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии. Напомним, 29 ноября в ходе сессии Верховного Совета Республики согласование на должность уже прошли заместители главы Хакасии и министр финансов Татьяна Курбатова, Юлия Исмогилова, Михаил Побызаков, Юрий Курлаев и Игорь Тугужеков. Кадровый дефицит. В 2023 году пассажироперевозчики в столице Хакасии испытывают трудности с выполнением муниципального заказа. Причина – острая нехватка водителей категории «Д». Возможности для их подготовки сегодня в Абакане есть. Однако, нужны дополнительные стимулы, чтобы привлекать новичков в эту профессию и закрывать свободные вакансии. Тему продолжит Алексей Елистратов. Это продолжение открытого диалога, начатого ранее. Отправной точкой стали проблемы с выполнением муниципального заказа по пассажирским перевозкам. В качестве одной из причин предприниматели назвали дефицит водительских кадров. Подтвердили они это и сегодня, уже на конкретных цифрах и фактах. У нас есть такое положение, как режим труда и отдыха. Более 40 часов в неделю водитель работать не имеет права. Если он закончил 23 часа свой рабочий день, то на следующий день выйти на работу не имеет права. Он обязан отдыхать 12 часов между сменами. По-хорошему, если транспортное средство работает с 6 утра до 11 вечера, до 23, нам нужно на этот автобус в течение дня иметь два водителя. Не одного, два. На следующий день выходит третий, а потом его подменяет первый. Должно на сегодняшний момент работать 108 машин в день, выходит в лучшем случае половина. Это 49-50%. Соответственно, на одном автобусе должно быть задействовано как минимум 3 водителя. Сегодня уже посчитали об этом. Вот 108 машин умножаете на 3, это как минимум 300 водителей. Теперь вопрос, где взять такое количество водителей категории D? Кузница кадров для сферы ЖКХ традиционно средне-технические учебные учреждения. Их в Абакане сегодня 5. Но и здесь проблема. Федеральные государственные образовательные стандарты предполагают внутри. То есть вот человек обучается там 3 года, 4 года по разным программам. И внутри сидят рабочие профессии. И внутри вот этих образовательных программ, которым установлены федеральные государственные образовательные стандарты, сидят только категории B или C. Таким образом, ни одно наше учреждение государственное, негосударственное, не готовит водителей категории D. Тем не менее, возможности для устранения кадрового голода в сфере перевозок в Абакане есть. При желании такой механизм сообща можно запустить. На базе ДОСААФ есть полигон специальный для обучения, есть автобус переоборудованный для обучения на категорию D, есть программы переобучения с категории C на категорию D. Да, есть определенные сложности. С 2024 года для того, чтобы переобучиться с категории C на категорию D, нужно, чтобы на категории C был как минимум 1 год рабочего стажа. У этой проблемы есть другой аспект. Мало привлечь к работе профессионального водителя. Еще важнее его удержать. В условиях жесткой конкуренции с остальными сферами экономики, которые тоже испытывают дефицит кадров. Достойная зарплата – главный стимул. Возможности у пассажироперевозчиков для этого скоро появятся. В связи с повышением проездных тарифов в муниципальном транспорте и увеличением объема субсидий из городского бюджета в расчете на 1 машиночас. Проехал на Красный и протаранил машину. В Абаканино улице Кирова накануне произошло серьезное ДТП. Момент аварии попал на камеру уличного видеонаблюдения. По данным ГИБДД, около пяти часов вечера парень на Хонда попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. На полной скорости он снес Тойота Филдер, которая в тот момент поворачивала налево. Травмы получила молодая женщина за рулем Тойоты и ее пассажир, 18-летний юноша. По факту ДТП проводится административное расследование. На страже безопасности дорожного движения в Абакане искусственный интеллект. В республиканской столице появились новые комплексы фото-видеофиксации, в которых определять и распознавать нарушения ПДД в том числе будет и нейросеть с помощью загруженного в комплекс алгоритма. Фиксировать нарушения камеры начнут после Нового года, так как требуется время на их настройку и калибровку. География размещения следящих устройств на территории города продиктована аварийными сводками госавтоинспекции. Перекресток улиц Маршала Жукова и Крылова, пересечения Советской и Заводской и прямой участок Найтыгина в районе улицы Тувинская. Три точки на карте города, где монтируют комплексы фото-видеофиксации. На сегодняшний момент в городе уже установлено семь комплексов фото-видеофиксации. Это дополнительные три, которые мы планировали в текущем году установить. Там, где они появляются, там уже водители становятся более дисциплинированными. Эти участки уже уходят из аварийно-опасных участков. Поэтому мы таким образом достигаем ту задачу, которую сами перед собой ставим. Снижать очаги аварийности в нашем городе. На все аварийно-опасные участки у нас уже есть проекты. И надо отметить, что у нас и на будущее сделал большой задел. У нас еще 10 перекрестков. Монтаж комплексов выполняют подрядчики. Три аварийно-опасных участка в городе камерами они обеспечат за пару дней. Но потребуется определенное время на настройку и калибровку высокоточной аппаратуры. Так что письма счастья в адрес нарушителей полетят только с января следующего года. Теоретически мы ожидаем, что в новом году эти уже камеры начнут выполнять свою непосредственную функцию. Будут они работать на пресечении нарушений правил дорожного движения, таких как проезд на запрещающий сигнал светофора, это скоростной режим, это перестроение по полосам, это уже мы должны с вами были привыкнуть к ремни безопасности. Вообще эти комплексы, они могут до усовершенствоваться, потому что именно в программном продукте там можно дополнительно, допустим, потом внедрять такую функцию, как определение наличия или отсутствия страховки ОСАГО. То есть она будет также определять в автоматическом режиме, есть ли у хозяина этой машины вот такая страховка. Это пользование сотовым телефоном во время езды тоже может фиксировать такие нарушения. Установка комплексов фото-видеофиксации в Старицах Акасии осуществляется за счет средств республиканского и муниципального бюджетов в рамках программы повышения безопасности дорожного движения. Нарушения фиксируются в ГИБДД, а все штрафы в полном объеме перечисляются в региональную казну. Новое медоборудование устанавливают в детской больнице в Абакане. Облучатели, холодильники для хранения вакцин и аппарат для УВЧ-терапии доставлены в педиатрическое отделение, где строительные и отделочные работы уже выполнены на 100%. Поставка компьютерного томографа ожидается в середине текущего месяца. Он будет установлен по окончанию внутренней отделки в специальной пристройке, в которой уже стоит наркозно-дыхательный аппарат, сообщает региональный Минстрой. Кровельные работы завершены в консультативно-диагностическом отделении медучреждения. Здесь установлены оконные блоки, полностью закрыт тепловой контур здания. Сейчас возводятся внутренние кирпичные перегородки, а внутри здания идет подготовка к черновой отделке. Продолжаем выпуск. Эффективный инструмент продвижения. В республиканской столице второй день предприниматели города заявляют о себе на большой выставке, сделанном в Абакане. Среди участников – представители пищевого сектора, рекламной продукции, сферы ручных изделий, одежды и прочих товаров. Как отмечают бизнесмены, такой очный способ реализации дает больший отклик о продукте и положительно влияет на узнаваемость бренда среди горожан. Итоги второго дня большой предпринимательской выставки «Сделанного в Абакане» заряд мотивации на следующий год для развития новых направлений и укрепления имеющихся, отмечают участники профильного события. Среди таких кондитер Анна Норицына. Второй год подряд она выставляет свою продукцию на этой площадке. Ведь именно здесь можно получить обратную связь и опробовать новые образцы товарной линейки. Это очень результативно. Намного больше людей, больше объем работы. Мы привезли больше продукции. Ну и, соответственно, и продажи больше. Очень много новых знакомств. Ну, в принципе, мы, как всегда, в восторге от выставки. Еще больше в восторге, чем в прошлом году. Прям вот здесь своя особая атмосфера предпринимателей, которые делают все своими руками. Есть среди местных производств участников выставки, имеющие социальный акцент в работе. Так, один из абаканских производителей – спортивной одежды и атрибутов для активного отдыха. В основу изделий включает переработанный материал – тот же пластик. Часть выручки от выставки также будет направлена на собственный экологический проект. Наш плюс в том, что у нас безотходное производство. Остатки ткани идут на пошивы лежанок приюта для собак. Из остатков ткани идет пошив фаришек. Они уже идут в продажу. Все у нас в основном материалы из преработанного материала, из пластика. Также мы у себя собираем батарейки. Мы их потом создаем на переработку. Пластиковые крышки, из которых потом создаются у нас карабины на представленные кружки в продаже. Среди представленных товаров есть и изделия ручной работы. Они – хорошая конкуренция по точному механизированному производству. Участие в выставке поможет автору расширить клиентскую базу. Корзины ручной работы. Корзины выполнены из хлопкового шнура с полиэфирным сердечником, поэтому они всегда сохраняют свою форму и очень просты в уходе. Мне очень понравилась эта техника. Я попробовала. Я увидела, конечно, в интернете это все. Мне очень захотелось попробовать. Я купила для начала самую дешевую машинку швейную. И, конечно, меня это все затянуло. Мне это стало интересно. И я начала развиваться. Получила социальный контракт и открыла свою студию. Я очень рада всегда принять участие именно вживую, поговорить с людьми, постричаться, чтобы все это можно было потрогать, потому что по картинке это совсем другое. То есть тактильно это очень важно, потому что мы все-таки к этому всему прикасаемся каждый день. И да, это совсем все по-другому. В программе выставки «Сделанного Бакани» сегодня большой обучающий семинар для всех желающих открыть свое дело и узнать пути и действия дальнейшего развития на местном рынке и в нынешних экономических условиях. Для всех участников выставки благодарственные письма. Имена победителей городского конкурса «Лучше в бизнесе» будут озвучены завтра на финальном мероприятии ежегодных партнерских встреч. Константин Аникин, Михаил Кудрявцев. Новости. Жаркие споры на тему фальсификации истории разгорелись в ХГУ имени Николая Федоровича Катанова. Поводом послужила публикация научно-популярного издания доктора исторических наук профессора Виктора Казадоя на тему «Князь сибирских кыргызов Эренек». В этой монографии ряд фундаментальных точек зрения на тему о истории енисейских кыргызов был поставлен под вопрос. Существование в исторической науке различных подходов и дискуссий является нормальным. Но автор данной монографии, по мнению специалистов, допустил намеренное искажение информации. Фактически исключив из истории Юго-Сибири енисейских кыргызов. Сегодняшнее проведенное мероприятие «Круглый стол» посвящено одной из таких сложных, актуальных проблем в истории Хакасии и Южной Сибири в целом. Это происхождение и этническая история хакасского народа. Наша территория, она очень древняя. И здесь более 5000 лет менялись культуры, расы, языки, приходили в новые комбинации, смешивались. Поэтому вообще процесс этногенеза, он разносторонний, многообразный и требует подходов со стороны разных наук, межрисциплинарных исследований, со стороны лингвистики, археологии, исторических документов. Именно таким научным путем и получены те сведения, на которых построены основные концепции этногенеза хакасского народа. Енисейские кыргызы занимают в каждой из концепций особое место, и, конечно, их существование не вызывает вопросов. Об этом говорят, в частности, данные археологических исследований. Поэтому концепция Виктора Казадоя, мягко говоря, вызывает сомнения. Более того, ученые усматривают в этом признак фальсификации. В рамках «Круглого стола» они представили Виктору Казадою возможность ответить на спорные вопросы. Однако он отказался от участия даже в формате онлайн. Из этого создает историческая наука, когда ученые, опираясь на накопивающиеся данные, новые данные, выносят эти проблемы на обсуждение, дискутируют, создаются новые школы, дальше публикуются книги, статьи. Поэтому разногласия, такие вот дискуссии, они желательны, потому что они дают толчок для нашего развития. В последнее время хакасские ученые регулярно фиксируют попытки сфальсифицировать историю как Хакасии, так и России. И сегодня это одна из самых актуальных проблем в исторической науке. Именно поэтому одни из первых в России института истории и права ХГУ реализовали магистрскую программу, направленную на противодействие фальсификации истории. В связи с этим уже второй год организуются дискуссионные площадки. По итогам круглого стола была принята резолюция, направленная на усиление борьбы с фальсификацией региональной истории, созданию Совета по борьбе с искажением региональной истории и всеобщая популяризация истории Хакасии. Жительницу Хакасии обманули мошенники, используя подложный документ. Пенсионерке из Черногорска позвонил сотрудник органов безопасности и сказал, она стала потерпевшей по уголовному делу, в котором в качестве подозреваемого фигурирует сотрудник банка. Для изобличения преступника и сохранения собственных денег горожанка должна перевести сбережения на другие счета, где они будут в безопасности. Вскоре в мессенджере ей пришел документ из банка с печатью. Она поняла, медлить нельзя. В итоге перевела 660 тысяч рублей аферистам. Далее реклама, после вернемся к новостям. Реклама Высокий подъем, широкая стопа, выступающие косточки. Подобрать хорошую обувь для проблемных ног всегда непросто. Выход есть. В Абакане открылась выставка-ярмарка белорусской обуви для проблемных ног. Качественная, современная и по демократичным ценам. Каждый подберет для себя наилучший вариант на холодную сибирскую зиму. Наступила зима, а значит пора утеплять ноги. Залог тепла – правильная обувь. Белорусские производители заботятся о своих клиентах и предлагают удобную обувь высокого качества. На выставке-ярмарке представлен широкий ассортимент мужских и женских моделей, которые подойдут не только людям с обычными ногами, но и тем, у кого деформация пальцев, широкая стопа, высокий подъем, выпирающая косточка. Данная модель смотрится элегантно, при этом очень практично в носке. Здесь предусмотрены два замка для удобства обувания. Пяточные зоны имеют улучшенную амортизацию. Также у модели анатомическая колодка, которая плавно распределяет нагрузку по всей стопе, не ограничивая свободу действий. На ярмарке представлены модели с такими важными деталями, как замок сзади, либо резинка. Они дают дополнительный объем тем, у кого широкая голень. Вся обувь из натуральной кожи с мехом ягненка, подошва выполнена из прочного каучука. Размерный ряд женской – с 37 по 44, а мужской – с 40 по 49. Продажа также термобельем, которое подойдет как для повседневного использования, так и для занятия спортом. Детское, женское и мужское, в котором можно переносить морозы до минус 30 градусов. Выставка-ярмарка будет работать по 10 декабря в 10 до 19 часов по адресу Абакан-Четинкина, 65, торговый центр «Орбита». Успевайте утеплиться до холодов. Авангард. Авангард. Расширь границы своей мечты. Абакан. Пушкино, 221. Богатое наследие и современные технологии. Природа и натуральные ингредиенты помогают нам создавать по-настоящему качественные продукты. Ведь главное – это люди, их любимое дело и продукты, которые мы делаем для себя и своих близких. Спасибо за выбор нашего качества. Мы сделали все, чтобы вы с нетерпением ждали прихода зимы и в лютый мороз чувствовали себя комфортно. Зимой в мороз метели в югу. Бродяга будет верным другом. Одежда с климат-контролем для самых суровых погодных условий. Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46. Реклама. Теплые вещи, лекарственные препараты, военная амуниция, продукты питания. Почти 20 тонн груза. Уже завтра они отправятся в пункт назначения на Донбасс. За ленточкой посылки из родной Хакасии ждут наши военные. Собирают помощь волонтеры и для мирных жителей. Несколько коробок с медикаментами поступит в госпиталь города Луганска. Среда. Склад на улице Кирова 20 В в Абакане работает с самого утра. Волонтеры в оранжевых жилетах с надписью «Мы вместе» скрупулезно сортируют посылки. Если нет листа описи, нужно открыть коробку и все тщательно пересчитать и сложить. А вот подоспела еще одна партия фронтовых посылок. Клич мы кидаем для жителей микрорайона Полярный. И, конечно, откликаются именно наши жители. Но есть даже такие случаи, когда привозят с других районов, потому что там нет старост. И нужно сказать о том, что люди озабочены той проблемой, что у нас сейчас существует. И каждый жалеет своих родственников, которые находятся за красной линией. И поэтому несут все, что считают нужным. Это и варежки, носки вяжут. Бабушка 82 года связала, 7 пар носков принесла. Мы хотели в своем микрорайоне сделать именно упор на то, чтобы наши солдаты тоже почувствовали вот этот вот Новый год, приближение вот этого чудесного праздника и какого-то волшебства. Поэтому, естественно, сладкие подарки, сгущенка, конфеты, печенье. Ну и, думаю, в зимний период все-таки будут необходимы медикаменты. В рамках городской акции «Добрый декабрь» посылки в зону специальной военной операции отправляют почти еженедельно. Груз забирают военные, сотрудники Росгвардии, везут на машинах в пути несколько дней. Сейчас на складе сотни коробок, всего около 20 тонн. Наши ребята, защитники Донбасса, ждут приветы из дома. Со многими солдатами волонтеры периодически на связи. Сейчас парни столкнулись с проблемой засилия грызунов. На передовой, в блиндажах, в окопах, засилие мышей, полевок, ну, то есть грызуны, они, во-первых, портят продукты питания, во-вторых, война войной, а санитарное состояние никто не отменял. Вот к нам обратились, мы собрали пакеты для травли грызунов и передаем их нашим бойцам на передовую. У нас больше 20 тонн уходит и отправляем мы каждую неделю в декабре месяце. Так обычно мы отправляем каждые две недели, но перед какими-то большими акциями, благотворительными, отправка идет каждую неделю. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто откликается. А это особенный груз для тяжелобольных детей. И искусственное питание уже завтра его отправят в госпиталь в Луганск. Этот груз там очень ждут. Волонтеры рассказывают, уже год контактируют с коллективом Луганского госпиталя. Там на лечении дети разных возрастов, у многих ранения. Также через госпиталь волонтеры получают записки с фронта. Ребятам за ленточкой необходимы лекарственные препараты и медикаменты. Все больше бинты, противопростудные таблетки, микстуры. Акция по сбору помощи защитникам Донбасса продолжается. Никаких мобильных телефонов, цифровой аппаратуры и письменных заметок. В числе разрешенных предметов лишь орфографический словарь, выданный школой. Запас времени, чтобы раскрыть тему, прописать детали, выразить свое мнение, без пяти минут четыре часа. Выпускники Хакасии пишут итоговое сочинение. Оно допуск к ЕГЭ. В республиканской столице за партами и с собранностью мыслей почти одна тысяча парней и девушек. В 9.15 в первой абаканской школе, как и в других образовательных учреждениях города, линейка. Одиннадцатиклассникам еще раз напоминают о правилах письменного испытания. И, конечно, напутствуют, ставя задачу на обязательный успех. Вы уверены в себе, это хорошо. А мы-то как уверены в вас, это еще лучше. Ну что ж, ребятки, конечно, мы очень волнуемся, мы переживаем за вас. Как незаметно пролетело время, как незаметно полгода заканчивается, и наступил первый серьезный экзамен, который дает нам право дальше продолжать государственную аттестацию. Экзамен по литературе, сочинение, которое все-таки показывает, насколько вы эрудированы, насколько вы начитаны, насколько вы у нас грамотны. Девяносто выпускников первой школы, каждый точно готов. Ведь тематические направления сочинения были определены еще в конце лета. А значит, и было время почитать, изучить, проникнуться подходящими под тематику произведениями. Сочинение словно лакмус знаний и грамотности. А еще это возможность раскрыть себя, как личность самостоятельную и думающую. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека – это первое тематическое направление. Второе тематическое направление – это семья, общество, отечество в жизни человека. И третье тематическое направление – это природа и культура в жизни человека. И у каждого тематического направления есть свои еще под темы. Из каждого тематического направления берутся из закрытого банка тем, берутся по две темы. Таким образом, у одиннадцатиклассников будет шесть тем. Я думаю рассуждать о взаимоотношении людей в разных произведениях, например, в «Капитанской дочке», может быть, в «Юшке». Я буду делать акцент на духовно-нравственные ценности, очень надеюсь, что попадутся хорошие темы, на которые можно опираться, что будут произведения, которые можно глубоко проанализировать, что все пройдет удачно. Конкретные темы в рамках направления озвучивают непосредственно перед началом работы. Всего их шесть. В этом году порассуждать выпускникам следует о лидерских качествах человека, о событиях, которым можно присвоить статус «забвению не подлежит», о том, когда стоит определиться с выбором – чувство или разум. Система оценки сочинения – зачет-незачет. В числе критериев объем не менее 250 слов, грамотность, самостоятельность, ссылка на произведение и собственная интерпретация выбранной темы. Результаты станут известны после 20 декабря. Для тех, кто сегодня не писал сочинения, по уважительной причине предусмотрены резервные дни – первая среда февраля и апреля следующего года. Слушают расслабляющую музыку, играют в развивающие игры, проводят опыты, рисуют и поют, а заодно и оздоравливаются в соляной пещере. Так проходят занятия воспитанников детского сада «Журавлик». Здесь заработала голокамера. Педагоги уверены – теперь иммунитет дошколят под дополнительной защитой. Дую я на пёрышко, близко, близко. Дую я на пёрышко, высоко, высоко. Дыхательная гимнастика с пёрышком, а также эксперименты с солью – так в соляной пещере проходят занятия. Они же – оздоровительные процедуры. Лечебная комната открылась в детском саду «Журавлик». Её посещают дети по показаниям от педиатра. Расскажите, пожалуйста, для чего вы сюда приходите, знаете? Чтобы дышать носом, чтобы не болело, и чтобы голову не болело, и чтобы сопление было. Здесь такие свечи красивые, и что здесь очень классно. Что это за комната, знаешь, для чего она? Чтобы дышать носом в соляной пещере. Что это, для чего нужно дышать? Какой эффект будет? Чтобы не болеть, чтобы здоровье было хорошее. Результат, конечно, будет, да, мы его оценим в конце учебного года, потому что туда ходить дети будут двумя циклами. Цикл осенью и весной. Цикл длится 10 дней, ходят через день. По 20 минут сидят они в галлокамере. Уверена, что результат будет. Во время сеанса в соляной комнате, утверждают медики, дыхательные пути полностью очищаются, организм ребёнка насыщается необходимыми солями, воспалительные процессы снижаются, иммунитет организма повышается. Нахождение в лечебной комнате приводит и к психологической разгрузке. Над созданием соляной пещеры работали представители тюменской фирмы. Её стоимость более 200 тысяч рублей. Деньги на эти цели выделены из республиканского бюджета. Надежда Савельева, Владислав Воронов, Новости. Главный символ новогодних праздников раскинул зелёные ветви на площади у культурно-досугового центра в Красном Абакане. Многометровая хвойная красавица готовится к празднику, наряжается. Над её убранством колдуют специалисты абаканских электрических сетей. Ёлку для новогоднего оформления городка привезли с улицы 2-я проточная. Это подарок от жителей. Десятиметровая зелёная красавица установлена на специальной конструкции. Теперь дело за её украшением. Сегодня у нас работают наши социальные партнёры абаканские электрические сети. Они устанавливают гирлянды, их будет две. Ещё на макушке у нас установлена звезда, будут повешены красивые шары красного цвета. Кроме того, у нас здесь появится, зажгётся гирлянда бахрома синего, оттенка будет. Праздничное настроение в жилом районе создают и украшенные окна КДЦ «Красный Абакан». Символ наступающего года – зелёные драконы красуются на стёклах. К Новому году на площади у центра установят и новые деревянные горки. «Привлекаем наших жителей к этому. Сейчас мы будем объявлять наш конкурс традиционный на украшения жилых домов к Новому году. Также среди них будем разыгрывать небольшие подарки, презенты, чтобы всё-таки Новый год он ощущался раньше, да, ещё до Нового года. Больше трёх недель, но уже хочется какого-то праздника, настроения новогоднего». 31 декабря по доброй традиции у хвойной красавицы соберутся жители района. Песни, уличные гуляния, а также новогодний фейерверк ожидают всех гостей. Праздничное настроение создаётся и в других районах города. Новогодние красавицы уже установлены в Полярном и на Нижней Согре. До 20 декабря еле должны появиться во всех уголках республиканской столицы. Надежда Савельева, Владислав Воронов. Новости. А ещё в Абакане продолжают залив кукотков во дворах домов. На школьных площадках, в парках и скверах. Этой зимой для всех горожан будут открыты почти два десятка ледовых полей в самых разных частях столицы. Как сообщает мэрия Абакана, на данный момент лёд готовят на стадионах у городских школ номер 2, 5, 12, 22, 24. В хоккейных коробках на Скиской 164, Перятинской 3, Колхозной 45, Крылова 77, Дружбы народов 44. Заливают катки специалисты спорткомплекса «Саяны». А в течение всего сезона за состоянием ледового покрытия будет следить спортивная школа по хоккею с мячом Абакана. Лёд будут чистить и выравнивать три раза в неделю. Также пять катков готовит Абаканское парковое хозяйство. В парке «Баранка», на улице Рублёва, в сквере «Заречье», на Нижней Согре, в парках «Преображенский» и «Комсомольский». А в полную силу уже работают ледовые поля на стадионе «Саяны» и возле спорткомплекса имени Булакина. Напомним, на «Саяны» теперь можно купить билеты онлайн, чтобы не стоять в очередях. Доброцентр открыт. Теперь у «Милосердия» в Абакане есть адрес. Таким заголовком сегодня открывается свежий номер газеты «Абакан». Подробности на второй странице издания. Также еженедельник знакомит своих читателей с самой актуальной на сегодня информацией о происходящем в нашем городе, республике и стране. 12 декабря – День Конституции России. Что о своих правах знают абаканцы? Юристы отмечают свой профессиональный праздник, в их числе и Ольга Гасан. Как не оказаться в трудовом рабстве? Демографический вызов. Негативный тренд на спад рождаемости. Все это читайте в свежем номере газеты. Гран-при танцевального фестиваля у момента инерции. Наедине с Хакасией. Большое кино в маленькой республике. Проактивный больничный. С Нового года никаких бумажек. День хоккея. Важно не только побеждать, но и получать удовольствие. Об этом в городском еженедельнике уже сегодня. Кроме того, здесь же публикации на исторические и культурные темы, полезные советы на разные случаи жизни, сканворд и более 30 страниц самой актуальной информации. И пока это все. Еще больше новостей на сайте Абакан24, в наших социальных сетях и в Телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте первыми в курсе всех главных событий республики и города. А также присылайте свои вопросы в фото или видео. Ответим, поможем разобраться или расскажем об интересных и необычных моментах участниками или очевидцами, которых вы стали. Сообщить свои новости также можно по телефону редакции 357-00, а также в чат Абакан24 по номеру телефона 8-993-033-5206. Всего вам самого доброго. До свидания.